всем привет с вами проект soft finder и сегодня на студии новиночка сложно представить что эта коробка приехал не с алиэкспресс воспользована тем не менее это кроссовки air дончич как мы говорим шутку а на самом деле лука один такой когнитивный диссонанс большая буква парню сделали коробку логотип и все вместе сразу и мы видим даже бумажку тиши пейпер с его логотипом и самый первый цвет мы решили не дожидаться белого который тоже пути и показать первыми черные после того как мы о них расскажем кроссовки сразу поедут кириллу и он с удовольствием их от тестирует и в хвост и в гриву чтобы узнали побольше о них и так они приехали не с алиэкспресс а с пользона да наш посредник передает партии не только кроссовок нам для видеопрезентации но и первым клиентам заказавшим с нашим по с нашей помощью и очень скоро в контакте и в телеге вы сможете посмотреть на живые отзывы реальные отзывы живых людей и так ну а чуть больше теперь деталях для луки сделали ну достаточно быстро быстрее только за иону выпустили кроссовки именные ну в общем-то новая свежая кровь ее пытаются все быстренько захватить потому что в нб не так много попадает ребят которые за которых можно ухватиться на старте некоторых мы с вами сейчас можем не знать им предлагают контракты с возможностью расширения но лука сразу попал в поле интересов потому что от него исходит слишком много магии и он пьет пиво и все поэтому его можно брать в команду с ним будет весело и эффективно ему выпустили низкие кроссовки до этого он играл в джорданах 36 лоу 35 лоу и в общем то его все устраивает ему тейпируют ноги поэтому он может себе позволить такое условное баловство но в общем-то без излишней поддержки корпусом он получил низкие кроссовки первая расцветка никак не называется вторая вместо черного белая она называется реал третья расцветка чисто красный и немножко золотого как в которых он появился на обложке новейшего слэма это все там про любовь что в этих кроссовках про любовь мы не видим здесь практически ничего что было использовано ранее я имею ввиду элементы которые бросаются нам в глаза они в общем то что-то на что-то похоже в описании если мы посмотрим технологии она вроде как бы тоже где-то встречалась но все не совсем то что мы раньше видели поэтому можно сказать что для него практически разработали кроссовки с нуля это не очень дорогая модель она должна была продаваться в россии стоить в районе 11 тысяч рублей ну как не очень это немало конечно же 11 тысяч рублей с другой стороны сейчас если они приезжают к нам с другого конца света они выходят плюс-минус то же самое ну не считая больших размеров про них мы уже говорили и так что мы имеем у нас в деталях и по материалам это все корпус текстильное плетение разного типа с запаянными элементами внешний контур вы видите вот такое волновое исполнение очень похоже на нити flywire которые были интегрированы еще там в гиперданках на 2008 года которые обрамляли петлю а потом уходили в глубину эти нити flywire приобрели новую интерпретацию эта штука называется flywire да это то о чем я говорил вроде как бы мы знаем что это такое но вот это волновое никуда не уходит создается натяжение во внешнем слое корпуса это натяжение не позволяет кроссовкам давать люфт просто из-за растяжения материала это не достаточно жесткая и эту жесткость сюда просто так вот змейкой положили за запай запаяли по внешнему краю увидите что здесь запаянный элемент цепляет 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 все эти петли вот здесь хвост цепляет и сюда прошитая сверху то есть этот элемент не расходится разные стороны ну он конечно же наверное имеет какое-то коммерческое так сказать маркетинговое исполнение но по идее должен работать с внутренней стороны вы видите просто хорошее плетение mesh вот такое описание понятиями зачем она нам тут нужно и вот этот запаянный элемент вы видите в носовой части с внешней стороны который будет сдерживать ногу внутри кроссовки у нас достаточно высокий бортик если вы посмотрите то есть кроссовки такие остроконечные срезанный и этот бортик утапливает их еще глубже нога не будет вываливаться вы видите большой аутриггер аутриггер не только пена выступающая наружу но и подметка гелевая которая немножко имеет откос с острой частью во внешний контур также небольшой захлест на носовую часть этой же гелевой подошвы и здесь синий элемент синий единое целое вот эта штука одно целое у нас в клипах вконтакте вы могли уже видеть видео где мой азиатский коллега разбирает их качественно супер качественно лучше него это никто никогда еще на планете не делал ножом плоскогубцами это мы все видели а он химии в общем-то всегда найдется китайцы который делает лучше вот он сделал лучше всех он разобрал на элементы потом разложил их по порядку и мы всего это можем видеть так вот это синяя штука отдельный элемент который повышает стабильность значительно вы стоите на этом элементе вот так соответственно внешние вот эти изгибы они намного жестче потому что помимо сопротивления ваших тканей мышц есть еще и сопротивление которое создается непосредственно вашей массой и жесткостью этого материала это достаточно простое и логичное решение мы встречали в азиатских брендах такое неоднократно уже и вам рассказываю в области пятки у нас есть более более прорезиненная полиуретановая накладка которая просто фактически сдерживает пену и она же является элементом части подошвы почему элемента потому что она вот эта черная накладка это не совсем подошва это отдельный элемент такой же есть с внутренней стороны то есть они также нам создают некую лодочку базис такой на котором держится уж на кроссовки что касается шнуровки мы видим логотипчик майкла логотипчик луки мы посмотрим чуть позже и шнуровка плоские шнурки 1 2 3 4 5 петель для низких кроссовок вполне себе достаточно если сравнить с какими-то условными треями янгами я ничего плохого не хочу про них сказать но тем не менее просто 5 лучше чем 2 все и у нас есть небольшие сквозные отверстия условно вентиляции они вам не должны давать и профиль кроссовок как я уже сказал низкий петля для надевания только в области пятки пяточный стакан имеется здесь зеркальная часть которой вы можете увидеть нашу студию если очень захотите логотипчик майкла и вот эта пена в виде такого условного цемента цемента разбрызганного это у нас просто магия как написано вот здесь на паузе можете посмотреть кто не может посмотреть скажу джордан бренд баскетбол лука дончич signature 122 год формула 23 flight wire и magic magic это просто магия луки flight wire я уже сказал о формула 23 это пена новейшая пена которую джордан бренд использовал ранее но особо не застрял внимание на ней вот эта вся зеленая часть зелененькая зеленоватая это все новейшая пена которая должна создать амортизацию она конечно же можно и подтянуть к вариациям файлона к вариациям лун орлона ну она немножко другая и как говорят мои заокеанские коллеги а чуть позже кирилл даст свою оценку сказать контр азиатским она не так уж и плоха несмотря на то что это бюджетные кроссовки и вроде нам сделали просто новую какую-то пену тем не менее здесь она выступает я ее могу прожать она достаточно мягкая но при этом она пружинит неплохо я мерил эти кроссы и я могу сказать что в них я ощущаю пол поверхность покрытия корт все что угодно но я не играл в них поэтому пауза для кирилла а по ощущениям просто ходить ну вообще странно чувство корта присутствует амортизация даже маленькой гибкой в передней части и в задней она ощущается я не могу сказать что это буст но все те варианты которые азиатские бренды делают с бустом сейчас которых я рассказал вырезать кружочек положить в пятку и сделать корпус обрамляющий этот кружочек чтобы вертикальное только давление в оси было примерно то же самое реализован на луках то есть они сделали вот эту зону ограничили ее и поэтому амортизация будет только вертикально не будет шайт такого шатания валяния в разные стороны и так второй башмак предварительно расшнурованный на котором вы можете увидеть логотип уже непосредственно на кроссовках этот логотип луки этот это логотип лука дончич вы видите что язычок немножко асимметричный скошенный во внешнюю сторону выступает больший лопушок здесь вы видите что у нас присутствует сапожок примерно на 60 процентов длины стопы а внутренний мир в области пятки это вообще две отдельных штуки то есть у нас здесь есть такой ошейник для стопы условный здесь много набивного материала а внешний контур это все прорезиненная синтетика прорезиненная вы видите здесь накладка с внешней стороны с внутренней стороны мягкий материал вот здесь зона в месте контакта с ногой может быть жестковато зона ахилла также с подушечками и стелька стелька у нас как вы можете видеть одна такая красненькая а другая такая же сине-желтая да несмотря на то что на коробке мы видим такую букву но внутри мы видим сине-желтый принт тем не менее вот такая вот строчка достаточно хорошая и я мерил эти кроссы без стельки стелька ну неплохая я пытался их примерить без стельки потому что они немножко маловаты это не совсем мой размер и без стельки я прочувствовал ровно то что я вам сказал по ощущениям чувство пола есть а амортизация также чувствуется и это все не уходит когда там лежит стелька она создает дополнительную мягкость поэтому для бюджетных кроссовок но я все же считаю луки бюджетными кроссовками достаточно неплохо если у нас трейянг зашел с бюджетными кроссовками сколько 140 долларов на 140 долларов крутые то лука зашел 120 долларов 120 долларов но в общем-то в россии цены сейчас нет смысла рассматривать на данный момент доступно для заказа три цвета белый красный и такой черный синенький эту пару мы отдаем кириллу еще одна приедет девять с половиной белой если кому-то она интересна напишите об этом заранее она будет свободно мы пытались их привести одновременно но логистика не всегда схлопывается и так что мы имеем мы имеем неплохие кроссовки для луки которые могут проявить себя на корте не очень хорошо я все же отдаю предпочтение мнению кирилла нежели заокеанским ребятам они больше позитива всегда вкладывают и не всегда рассказывают реальную оценку если сталкиваются с какими-то но я не скажу что их оценки всегда завышены но они достаточно правильно обыгрывают все и у них все такое позитивно сахарно-ванильная кирилл все же рассказывает и если что-то не так он говорит об этом откровенно поэтому я дождусь мнения кирилла а по мне достаточно неплохо на старте с вами был серж проект soul finder оставайтесь с нами скоро видео презентации будет значительно больше целлют